Урок 2. Способы ввода координат Задание координат при создании чертежа в системе Автокад может осуществляться несколькими способами. Интерактивный метод, метод абсолютных координат, метод относительных прямоугольных координат, метод относительных полярных координат и задание направлений и расстояния. Рассмотрим подробнее эти методы. Интерактивный метод является наиболее простым и наглядным. При этом задание координат осуществляется щелчком мыши в пространстве чертежа в ответ на приглашение командной строки. Неудобство такого способа состоит в недостаточной точности. То есть вызвав команду отрезок, мы показываем щелчком левой кнопки мыши на поле чертежа, закрепляем какую-то точку и можем выполнять построение. Если нам нужно нарисовать горизонтальные или вертикальные отрезки, обязательно нужно включать режим ОРТО. После завершения выполнения таких построений можно выключить режим ОРТО и рисовать какие-то наклонные отрезки, не задавая длины этих отрезков. Метод абсолютных координат заключается в непосредственном вводе координат в командную строку. Значения координат x, y вводятся через запятую, а дробная часть числа отделяется точкой. В левом нижнем углу графической зоны расположена фиктограмма ПСК, показывающая положительное направление осей x и y. Отсчет координат при абсолютном методе производится из точки пересечения этих осей, которые называются началом координат. То есть координаты этой точки 0,0. Например, если мы хотим построить командой отрезок квадрат со стороной 100 мм, мы задаем координаты левого нижнего угла квадрата, например, 50,50. После любого набора нажимаем Enter. Привязались к этой точке. Теперь для того, чтобы задать координаты левого верхнего угла, причем мы знаем, что сторона квадрата должна быть 100 мм, для левого верхнего угла получаются координаты 50,150. Enter. Правый верхний угол будет иметь координаты 150,150. Enter. Правый нижний угол будет иметь координаты 150,50. Enter. И можем выполнить опцию замкнуть. Построился квадрат со стороной 100 мм. Метод относительных прямоугольных координат отличается от абсолютных координат тем, что координаты х и у задаются относительно последней заданной точки, а не относительно начала координат. При вводе относительных прямоугольных координат используется специальный символ – собака. он получается при одновременном нажатии клавиш «шифт» и «двойка». Например, мы хотим построить второй квадрат со стороной 100 мм. Первая точка всегда задается в абсолютных единицах. Например, 200,50. А вот для того, чтобы построить вторую точку, задать ее координаты, удобнее здесь включить «шифт», для того, чтобы показывать направление построения. И для второй координаты, для второй точки, нам нужно задать координаты. В английской раскладке «шифт» с «двойкой» – знак собаки. И для вертикального отрезка по оси х координата будет равна нулю, а по оси х длина нашей стороны – 100 мм. Энтер. Чтобы построить горизонтальный отрезок вправо относительно второй точки, закрепленной, опять нужна собака, затем длина отрезка по оси х – 100 мм, запятая 0 координата по оси у. Чтобы построить вертикально вниз отрезок, собака по оси х – 0 координата, а по оси у будет координата со знаком «минус», потому что построение отрезка не совпадает с положительным направлением оси у. Чтобы построить горизонтальный отрезок влево, нужно ввести координату отрицательную по оси х – 100, запятая 0 по оси у. Мы построили квадрат в относительных прямоугольных координатах тоже со стороной 100 мм. Метод относительных полярных координат используется тогда, когда необходимо нарисовать отрезок заданной длины и под определенным углом относительно последней точки. При задании относительных полярных координат используются два специальных символа – собака и знак «меньший». Символ собака означает, что координаты берут относительно последней точке, а символ «меньший» означает, что следующее задание значения является величиной угла. Причем угол может быть положительным, когда поворот будет против часовой стрелки, и отрицательным, если поворот будет по часовой стрелке. Посмотрим, как выполняется эта команда. Выбираем команду отрезок, привязываемся к какой-то точке, можно задать или координаты в абсолютных единицах, или воспользоваться интерактивным методом – щелкнуть левой кнопочкой на любой точке. Теперь мы говорим, что мы хотим построить отрезок длиной, например, 50 мм с углом наклона 45 градусов. Отсчет идет от горизонтального положения, то есть по часовой стрелке вращение вниз будет со знаком «минус», вращение против часовой стрелки со знаком «плюс» – значение угла. Для того, чтобы задать эти координаты, вводим знак «собаки», затем длину отрезка, например, 50 мм, знак «меньше» и угол наклона, например, 45 градусов. Enter. И второй раз Enter, чтобы завершить выполнение команды. Если мы хотим построить отрезок заданной длины, такой метод удобен, когда все построения ведутся в горизонтальном или вертикальном направлении, то есть при включенном режиме орта. Значение расстояния вводится в командную строку, а направление задается вручную мышкой. То есть выбираем команду «отрезок», показываем первую точку произвольно, показываем направление построения, включив режим орта, то есть вправо от нашей точки, и задаем длину, например, 100 мм. Enter. Если мы хотим вертикально вверх или вертикально вниз построить отрезок, тоже перекрестим курсор и показываем сторону построения, например, вверх, и тоже задаем величину 100 мм. Enter для того, чтобы оторваться, завершить выполнение команды. Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...